Всем привет! Сегодня я поговорю о такой нашумевшей новости, что Canon введет платную подписку на автофокус в своих будущих камерах. В сегодняшнем видео я разберусь с некоторыми заблуждениями, потому что фраза про автофокус по подписке на самом деле не верна, потому что источник этой новости на сайте Canon Rumors говорит нам о другом. Давайте посмотрим, о чем же здесь речь. Сайт на английском, но я сразу же включил переводчик, чтобы было удобнее читать. Итак, подписка на искусственный интеллект появится, но это не должно нас удивлять. Так называется эта статья. Итак, появился слух, что Canon рассматривает возможность добавления подписки на искусственный интеллект к нашим будущим камерам Canon. И мысль об этом вызывает воображение образа людей, направляющихся в стаб-квартиру Canon с вилами. Естественно, никому не понравится такое нововведение. То есть, раньше мы пользовались своей камерой полноценно, а теперь за то, чтобы получить доступ к каким-то функциям, нужно будет платить. Это звучит как полнейший бред, естественно, никому такое не понравится. Но некоторые блогеры или не разобрались в вопросе, или просто хотели хайпануть на пустом месте, и заявили, что у Canon не будет автофокуса, что нужно будет платить за то, чтобы работал автофокус. Это бред полнейший. Если мы прочитаем чуть-чуть дальше, то мы сможем в этом убедиться. Итак, что же здесь пишут? Наши камеры в прошлом, даже в эпоху зеркальных фотокамер, использовали машинное обучение для распознавания объектов и фокусировки. Некоторая форма И существует у нас уже некоторое время, но более крупные модели, используемые сегодня, то есть крупные модели искусственного интеллекта, гораздо сложнее. И об этом будет речь в этой статье. Я предполагаю, что более мелкие модели машинного обучения, используемые для распознавания объектов, отслеживания фокуса и так далее, останутся бесплатными для всех пользователей. Внимание! Автофокус останется бесплатным. Не надо думать, что камера превратится в кирпич, как убожество от Sony с последней прошивкой V3. Нет, здесь все-таки речь идет о Canon. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что на автофокус никто здесь не зарится. Потому что я уже видел комментарии под некоторыми другими роликами, где пишут, что у Canon нажатие на кнопку спуска будет платным, серийная съемка будет платной и прочая бредятина. Внимание! Речь идет о генеративном интеллекте, о функции, которой до этого в камерах вообще не было. То есть фотоаппараты в текущем виде, вот как они есть с автофокусом, с повышением ISO, все стандартные функции фотокамеры останутся как есть. Речь идет о функционале, который будет добавляться, которого раньше не было. Итак, о чем здесь пишут дальше? Samsung уже идет по этому пути, добавляя искусственный интеллект в свои смартфоны, заявляя, что в ближайшее время функции искусственного интеллекта будут доступны по подписке. То есть не функции автофокуса, а функции генерации изображений, функции улучшения изображений с помощью искусственного интеллекта. И на этом моменте я хочу сделать небольшое вступление по поводу того, как это работает. Дело в том, что для того, чтобы сгенерировать какую-то картинку с помощью нейросети, нужно очень много вычислительных мощностей. И, кстати, фоны к своим свежим видео я сейчас генерирую в нейросети. У меня нейросеть Table Diffusion, которая установлена на компьютере, которая не подключается к интернету. То есть я генерирую это изображение с помощью мощности своего компьютера. У меня компьютер довольно мощный, но тем не менее генерация одной картинки занимает примерно одну минуту. Кстати, по поводу компьютеров для обработки фото и видео, меня давно спрашивали, и поэтому я записал видео с различными тестами. Более того, я к этому видео готовился несколько месяцев, чтобы сделать такое количество тестов в одном видео про компьютерное железо для обработки фото и видео. Смотрите в описании. Видео для спонсоров канала. В описании есть информация, как подписаться и посмотреть. И представьте себе, как бы это работало в фотоаппарате. Допустим, если в фотоаппарате будет мощность, допустим, вот моего компьютера. Хотя фотоаппарат на сегодняшний день такое не засунут. Но дело не в этом. Но все равно, вот представьте, вы делаете фотографию, а потом минуту ждете, пока она обработается, чтобы там что-то стало красивее. То есть как это будет выглядеть, насколько вам захочется фотографировать на такой фотоаппарат, который над одной фотографией думает одну минуту, чтобы что-то там улучшить. Точно так же это нереально засунуть в смартфон, потому что все-таки мы говорим о мобильных устройствах и их вычислительной мощности на текущий момент ограничены. Может быть через 10 лет они смогут генерировать эти картинки полноценно, быстро, моментально. Но на текущий день, я уверен, что в ближайшие несколько лет такие мощности в мобильных устройствах не будут доступны. В таких устройствах, как фотоаппараты или телефоны. Потому что идея этой технологии заключается в том, что вычисление будет происходиться не на устройстве, а где-то там в облаке. То есть Samsung, Canon, я не знаю, Sony, Panasonic, неважно какая компания, будет держать у себя огромный дата-центр, который будет обрабатывать все эти запросы, и вы на вашем устройстве будете получать готовую картинку. И это будет происходить довольно быстро, потому что для этого будет использоваться очень мощное оборудование. И, кстати, по такому принципу уже работает генерация изображений в фотошопе, которая там доступна, опять же, когда вы платите за этот фотошоп, то есть по платной подписке. Точно так же работает MidJourney, то есть вычисление происходит где-то там в облаке. Не у вас на компьютере, а на серверах компании, которые предоставляют этот сервис. И как раз об этом идет речь в этой статье. Не про то, что у вас не будет доступен автофокус. Это, знаете, просто дешевый байт на автофокус. И я, кстати, им тоже воспользовался. Прежде чем начать генерацию изображений, необходимо создать модель и подготовить модель большого видения к обучению. Это требует значительной предварительной вычислительной мощности процессоров искусственного интеллекта. И далее здесь идет описание эксплуатационных затрат. То есть содержание этих серверов далеко не бесплатное и непростое. Смотрите, современная стойка в настоящее время обычно потребляет около 10-30 кВт энергии. А стойка искусственного интеллекта высокой мощности может потреблять значительно больше. Около 50-100 кВт мощности. То есть это уже промышленные мощности. Здесь дальше описывают, что помимо энергопотребления понадобятся другие ресурсы, такие как вода для охлаждения и так далее. То есть, грубо говоря, само по себе это не работает. Для того, чтобы обеспечить такую высокоскоростную генерацию изображений, нужны вычислительные мощности. Автор этой статьи пишет, что я надеюсь, что Canon и другие производители добавят эту функцию искусственного интеллекта в новые камеры. Но эта функция будет дополнительной услугой, а не обязательной. Если вкратце, то речь идет о дополнительном функционале, о чем я уже говорил. О новых функциях, которых до этого в камерах не было. Но эти функции нельзя реализовать посредством самой камеры. Потому что у камеры не хватит для этого вычислительной мощности. И поэтому пользователю нужно будет, грубо говоря, платить за аренду сервера. Аренду сервера, на котором производится обработка этих изображений. Но опять же, если вы не хотите, не платите и не пользуйтесь этой функцией. Но я вангую, что всем очень захочется заплатить. Потому что с помощью вот этой функции генеративного интеллекта можно будет получать абсолютно идеальные фотографии, при этом вообще не напрягаясь. То есть, это же мечта любого пользователя фотоаппарата. Я купил крутой фотик и сразу же фотки получаются крутые. Просто когда мы говорим о фотоаппаратах в классическом понимании этого слова. То есть, устройство, которое ловит свет на светочувствительный элемент. Неважно, куда там попадает свет, но сам принцип фотоаппарата, что это работа с освещением. Это то, что очень многие в упор не хотят видеть, не хотят понимать. Не просто хотят, чтобы у них камера все круто снимала. Чтобы там были максимально высокие рабочие ISO, чтобы она делала красиво. На телефон некрасиво, на фотоаппарат красиво. Это большое заблуждение на самом деле. Потому что на классический фотоаппарат, пусть он цифровой, пусть самая последняя модель, неважно какой крутой, все равно нужно понимать, как работать с освещением. Но вот с этой технологией освещение уже будет неважно. То есть, можно будет снять кого угодно, где угодно, при каком угодно освещении. И искусственный интеллект вам там нарисует просто лялечку. Вы еще сможете выбрать, что же вы хотите там получить на фоне и так далее. При этом в этой же статье пишут, что суть такой технологии как бы отменяет классический подход к фотосъемке. То есть, вам по большому счету неважно какой там объектив. То есть, по большому счету это можно делать и на смартфон, если так глобально. На фотоаппарат вы, конечно, получите больше разрешения, там еще бокешку получите. Но, кстати, для такой фотографии бокешка даже минус. Потому что для нейросети нужно как можно больше информации. Лучше снимать с большой глубиной резкости, чтобы там было побольше деталей в кадре. Но так или иначе, сейчас мы говорим о том, чтобы фотоаппараты завезли наконец-то полноценную вычислительную фотографию. И об этом давным-давно уже все пишут. Почему в телефонах есть вычислительная фотография, а в фотоаппаратах ее нет. Люди возмущаются, почему же фотоаппараты до сих пор не прокачали. И на самом деле я длительное время думал, что производители сознательно этого не делают, потому что они сами себе выстрелят в ногу. Потому что если фотоаппараты добавят такие технологии, которые будут улучшать изображение, то на этом прекратится бесконечная гонка за самыми крутыми объективами, за самыми крутыми матрицами. Потому что в этом не будет смысла. Потому что с помощью генеративного искусственного интеллекта можно будет получить конфетку из любого исходника. И да, да, есть стадо репортажников криворуких, которые говорят, что самое главное это словить момент, и чтобы все было по-настоящему. Так вот, такой функционал бесспорно в камерах останется. Но людям не захочется больше снимать на фотоаппараты обычные. Понятно, останутся старожилы, которые не захотят никакого искусственного интеллекта и так далее. Но когда в камеры добавят мощные улучшайзеры, а здесь речь идет о действительно мощном улучшайзере. То есть, например, вы можете снять человека с хреновым светом, вообще ничего не понимать в фотографии, но путем генеративного интеллекта вам камера выдаст абсолютно идеальный результат. Там со светом да винчи, там все будет просто отлично. Причем я уверен, что вы сможете регулировать степень, насколько это все улучшает, насколько это будет соответствовать реальности, насколько вы будете отходить от реальности. И опять же, для того, чтобы провести грань, где реальность, а где вымысел, недавно Nikon недавно запатентовала технологию цифрового подтверждения аутентичности фотографии. То есть, когда вы фотографируете по-настоящему, то информация об этом будет записываться в файл. Если вы подключаете функции генеративного интеллекта, тогда об этом тоже будет известно. И ваши фотографии, если это еще можно будет называть фотографиями, будут иметь пометку, что над ними уже поработал искусственный интеллект. Просто будет два вида контента. Один аутентичный, самый настоящий, а другой с небольшим вот шаманством. Но я вам просто зуб даю, что большинство людей предпочтет вариант с шаманством. Чтобы волшебная коробочка все сделала за них. То есть, я хожу, нажимаю на кнопочку, а из камеры получаются шедевры. Это именно так и будет выглядеть. Качество итогового результата возрастет в разы, многократно. При этом крутую картинку сможет получить вообще кто угодно. То есть, требования к фотооператору, то есть, человеку, который носит камеру и нажимает на кнопочку, будут вообще минимальны. То есть, купи, принеси, нажми на кнопку. Вот к чему это все ведет. Просто вот я еще раз повторю, я думал, что производители намеренно не хотят это вводить, потому что это убьет рынок фотокамер и особенно объективов. Но какой смысл продавать новые объективы, если вам и бокашку, и все что угодно нарисуют искусственный интеллект. И я повторюсь, настоящесть этой фотографии отойдет на второй план. Большинство людей предпочтет красивые фантазии унылой реальности. Большинство людей будет в кайф, что там все просто отлично, что оно сразу же все ретуширует. А удалите мне прыщики, а сделайте мне талию поуже. Все это будет происходить, причем, возможно, сразу же в онлайн режиме. То есть, здесь в статье упоминали, что для этого понадобится более широкая пропускная способность интернета. Тот же самый 5G, который больше пропускает данных. А вы знаете, что в последнем айфоне есть 5G? Он сказал 5G? Борзый, поправь шапочку. Тут от одного только упоминания я уже чувствую, пошли вирулентные потоки. Да. Додики. Опять же, делайте фотографию, моментально она передается на облако, из облака передается к вам назад в камеру. И пользователь такой камеры будет получать шедевры буквально от нажатия кнопки. Это то, чего все хотят. Я хочу ходить, нажимать на кнопку, и чтобы там был шедевр. То есть, та самая кнопка шедевр, она действительно появится в фотоаппаратах. И еще раз я задам этот риторический вопрос. Захотят ли люди за это платить по подписке? Еще как захотят. Опять же, не хотите, не платите. Снимайте на фотоаппаратах, как и было раньше, с автофокусом, со всеми функциями. Но это будет настолько уныло и неинтересно по сравнению с тем, чтобы давать искусственный интеллект, что люди захотят платить за эту функцию. Причем даже понимая, что это все иллюзия. Но опять же, вы будете видеть очень красивую, идеальную картинку. И подумайте сами, что человеку интереснее. Делать унылые кадры в обычном режиме, который получается как попало. Там нужно разбираться с настройками, нужно думать про освещение. Или просто нажимать на кнопку, и за вас искусственный интеллект будет дорабатывать эту фотографию. И у вас каждая фотография будет шедевром. И при этом все равно у человека будет ощущение, что он к этому причастен. Потому что он все равно носит с собой коробочку, он все равно подбирает ракурс. Вот вся эта лабуда бездарных репортажников. Я же подобрал ракурс, я же настроил камеру. Вот это все будет. Только при этом результат будет в разы больше. Потому что будет подключен искусственный интеллект, который будет вылизывать эти фотографии до идеала. И конечно же, людям захочется получить такое волшебство. Потому что по эффекту это действительно будет сравнимо с волшебством. И да, сегодняшняя тема довольно дискуссионная. Поэтому я напомню, что у меня есть чат в Телеграме для спонсоров канала. Подписывайтесь, присоединяйтесь к обсуждению. Как подписаться, есть информация в описании к этому видео. И я еще раз второй раз задам этот риторический вопрос. Вам интересно делать честные, но лунылые фотографии? Да, я хожу, все по-настоящему, вот все как в реальности. Или же добавить немного волшебства и носить с собой действительно волшебную коробочку, которая рождает шедевры. Причем всегда. Что бы вы ни делали, вы получаете очень крутые кадры. Конечно же, людям захочется именно волшебства. Само собой, останутся старожилы со старыми зеркалками, даже со старыми беззеркалками, у которых нет такого функционала. И будут говорить, что фотография должна быть настоящей. Нужно там подбрать ракурс, нужно делать все самостоятельно, руками. Они могут ворчать до бесконечности. Но люди, которые будут делать шедевры от нажатия кнопки, их слушать не будут. И самое главное, те, кто смотрит на эти фотографии, все захотят фоточки крутые, где все обработано и все вылизано. А вот фоточки настоящие, но немного унылые, они отойдут в прошлое. И на самом деле такая технология еще больше обесценит работу фотографа. Потому что от человека буквально вообще не нужны будут никакие навыки. Самая главная задача будет просто купить эту коробочку волшебную и принести куда-то. И все. То есть не надо разбираться с настройками, ни с чем. Просто наводите на какой-либо объект, делайте класс, и камера действительно вам делает шедевр. Да, это обрабатывается на облаке, да, нужно платить за подписку. Но вы же получаете магию, волшебство. Кто же от такого откажется? И тут мы подходим к философскому вопросу, что для людей более ценно. Унылая настоящая реальность, в принципе, даже если не говорить о фотографии. Или же нечто ненастоящее, выдумка, грезы, фантазия. И я еще раз отвечу на этот вопрос. Люди предпочтут мир фантазии. Где все красиво, идеально. Пусть это все сгенерировано, но какая разница, если оно все идеально. Да, я еще раз вернусь к этой глупости, что Canon заставят платить за автофокус. Во-первых, речь идет не об автофокусе. А во-вторых, вот эти нововведения, платные подписки за дополнительный функционал, они будут касаться не только Canon. Можно не сомневаться, что то же самое появится у Sony, Panasonic, Fujifilm. У всех крупных брендов будут эти функции. То есть, когда вводится какая-то технология, она в короткое время может быть эксклюзивной. Потом она все равно появится на рынке для всех. Но здесь фишка не в том, что вас в чем-то ограничат и заставят платить за то, что раньше было бесплатно. Здесь вам предложат платить за то, чего раньше не было вообще. Это будет принципиально новой технологией. Я более чем уверен, что большинство очень даже захочет за это платить. Потому что эффект, который вы получите, будет действительно вау. Ну и само собой, это поставит крест на коммерческой фотографии. Потому что получение крутой картинки будет доступно каждому, кто оформил себе подписку на использование генеративного интеллекта в фотографии. И при этом эта подписка, я не думаю, что она будет очень дорогой. Потому что эта технология будет очень массовой, доступной. Она будет такой, чтобы все могли этим пользоваться. И при этом такое понятие, как платить фотографу за съемку, оно просто исчезнет. Потому что каждый сможет получить очень крутую картинку. Оформив подписку на сервис, это будет массовая история. Кто оформил себе подписку, тот сразу же получает все крутые фотки. И все. Добавлю еще несколько слов по поводу текущего рынка коммерческой фотографии. Если сравнить ее развитие с временами года, то она сейчас находится на этапе осени. То есть люди еще пока что снимают. Пока еще существует коммерческая фотография. Уже есть некоторое похолодание. Некоторые на себе замечают, что она не та, которая была 5-10, и тем более 15 лет назад. Некоторые этого не понимают. Особенно те, которые заходят недавно. Им кажется, что вот, я буду фотографировать всегда. У меня всегда будут заказы. Коммерческая фотография – это понятие очень временное. И речь идет не о десятилетиях, а о годах. И мы сейчас находимся на стадии осени. То есть еще какое-то время она будет существовать. Потом будет зима, и вся эта деятельность увянет и замерзнет. Появятся новые технологии, и начнется весна фотографии с генеративным интеллектом. Это будет новый виток, буквально новая эра фотосъемки. Опять же, это уже будет не совсем фотосъемка. Но при получении картинки, конечного пользователя не волнует, каким образом она была сделана. Главное – это результат. И если для этого результата не нужен человек, значит человек выпадет из этого производственного цикла. И, кстати, на тему коммерческой фото-видеосъемки у меня недавно вышло видео по поводу недорогих камер для коммерческого фото-видео. Для тех, кто себя еще ищет в этом направлении, кто думает себя попробовать, опять же, пробуйте, наслаждайтесь, пока это еще возможно. Потому что потом об этом останутся только воспоминания. Пробуйте, пока есть возможность. Но не стоит для этого сливать очень много денег на камеры. И на эту тему у меня как раз вышло видео для спонсоров канала. Смотрите в описании, как подписаться. И на этой ноте, пусть она не сильно оптимистическая, но как есть, я буду заканчивать это видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. И до следующих выпусков. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»